Первый раз на Эстраде Основные качества Мои с самого детства Это Застенчивость И любовь к музыке Правда в мою Застенчивость теперь уже Никто не верит И сам я иногда Начинаю Сомневаться в том Правду ли я рассказываю Но если бы было иначе Не было бы И рассказа этого Потому что Еще будучи школьником В Тбилиси Я самому себе постеснялся Сознаться в том Что больше всего на свете Люблю музыку Постеснялся открыться в этом Родителям Не сказал я им Что я не хочу Идти в университет А что я хочу В консерваторию И в результате этих Сложных умолчаний Угодил Прямо на Историко-филологический Факультет Ленинградского университета Ленинград Как вы сами Без меня знаете Музыкальнейший город В мире И естественно Сложилось Что занимаясь В университете Предметами более Филологическими Я душу свою Посвятил музыке Стал ходить сюда В этот зал На репетиции Концерты Симфонического оркестра Стал бегать В консерваторию По запискам Знакомых профессоров Я был убежден В том Что красная Дирижерская подставка В зале филармонии Вот здесь вот Это самое Счастливое На земле место Что стоит Только поставить Ногу на эту ступеньку Стоит только Обернуться К публике спиной Взять в руки Дирижерскую палочку И вся жизнь Станет ясной Вперед и назад А между тем У меня не было Оснований Так далеко Зарываться В своих мечтаниях Потому что В основном Я учился Все-таки В университете А не в консерватории А кроме того Застенчивость Моя не проходила И когда Возле меня В университете На экзамене Оказывались Праздные В этот момент Студенты Которые пришли Не сдавать А послушать Как сдают Другие А в наше время Можно было Два месяца Ходить на экзаменационную Сессию Сидеть и слушать Как спрашивают И выучить предмет С чужого голоса Как только я понимал Что я-то говорю Они-то не отвечают А слушают Как только я осознавал Себя в ранге Выступающего А их в ранге Аудитории Происходило Нечто непонятное Терялась всякая связь Между мозгом И языком И язык Без помощи Мозга Начинал Такое Выговаривать О чем я лично Не имел Никакого представления Так что Иногда я останавливался В удивлении И говорил Вот как получилось Откуда это я взял С тех пор я Понял Что мозг Помимо многих Других своих Замечательных свойств Имеет еще одно Служит Тормозом Для языка Но так или иначе Время шло Нечувствительно Я окончил Ленинградский университет Оказался с Литературным дипломом Надо было что-то Начинать Я поступил В те самые Редакции Ежа и Чижа Потом меня сделали Секретарем детского отдела Я уже Не мог больше По утрам ходить Сюда В филармонию Перестал посещать Классы консерватории Но в остальном Был предоставлен Совершенно самому себе И изображал Музыку Всеми доступными Мне Средствами А между тем Совершенно от меня Независимо Потому что меня Никто этому не учил Так выходило Что рассказывая Своих знакомых Я принимал на себя Их походки Их голоса Их интонации Их мимики Артикуляции Рассказывал О них В первом лице Изображал их И когда Обо мне Заходила речь Обычно говорили О том Который здорово Копирует Своих знакомых Вот однажды Едучи в один Музыкальный дом Где должны были Играть На двух роялях Какую-то Новую симфонию Я повстречался В трамвае С известным Всему Ленинграду Иваном Ивановичем Сольеркинским Был в Ленинграде Такой Замечательнейший Музыковед Талантливейший Литературовед Образованнейший Театровед Многих Я бы сказал Наук И искусств Вед Вдохновенный Балетоман И балетовед Языковед Человек Который знал Такое количество Иностранных языков Что не мог Даже сам Отчетливо сказать Сколько он их знает Отвечал Как-то Обычно С запинкой Что 25 Или даже Несколько Более того Выяснилось Что он знал 26 языков И 100 Диалектов Свою личную Записную книжку Вел на Старо-португальском Языке Это был человек Наделенный Такой Феноменальной Памятью Такой Необычайной Просто Гомерической Работоспособностью Такими познаниями Что с ним Никто не мог Сравниться Он обладал Способностью Открыв книгу Не читать Страницы А только Схватывать В целом Содержание Этой страницы Закрыть И произнести Текст наизусть Проделывали Множество Опытов Давали ему Книги Которые он Заведомо Не мог Читать Разрезали Перед ним Номера Журналов Наизусть Говорят Был какой-то Знаменитый Арабский Философ В 18 веке Который Мог повторить На незнакомом языке 3000 слов Подряд Я думаю Что Иван Иванович Солертинский Мог с ним Соревноваться Я служил В публичной Библиотеке Вот же потом И значит Выносил ему Часто книги Которые На дом Не выдавали Он на крыльце Перелистает их И возвращает Говорят Очень интересная книга Большое спасибо Что ты мне Ее показал Я говорю Ты можешь взять домой Нет нет Зачем Я уже с нею Познакомился Проверяешь Наизусть Это был Необыкновенный человек Любимыми его играми Были викторины Из которых Всегда выходил Победителем Никто с ним Соревноваться не мог Любил задать вопрос Например Такого сорта Скажи пожалуйста Что напечатано На 212 странице Второго Тома Полного собрания Сочинений Гоголя В последнем Издании Гослит Издата Говорят Иван Иванович Ну что ты задаешь Такие вопросы Это ты знаешь Что напечатано На 212 странице Второго тома Но ведь ты же Не можешь Скажем знать Что напечатано На 212 странице Третьего тома Третьего Сейчас схожу Одну минуту Третьего тома Да-да Вот что там Напечатано Хвала вам Художник Виват Андрей Петрович Рецензент Как видимо Любил Фами А что такое Фами Иван Иванович Фами это Первая половина Слова Фамильярность Но Льярность Идет уже На 213 Открывали Книгу Так и есть Это был человек Во всех отношениях Примечательный Когда человек Так много помнит Он часто становится Просто Так сказать Хранителем Склада цитат Нет Иван Иванович Обладал мыслью Острой Самостоятельной Смелой Чрезвычайно Инициативной Все эти знания Все эти цитаты Нужны были ему Как стартовые площадки Как ракеты Носители его мысли Которые ему помогали Которые вступали с ним Союз Или наоборот Которые он опровергал Цитируя иногда Целыми страницами И чем поражал Так сказать Знакомых и незнакомых Это был Выдающегося дарования Человек Выдающегося дарования Я конечно Знал его уже В течение Нескольких лет Но Никогда с ним Не разговаривал Но это же был Знаменитейший Иван Иванович Селертинский А я был Абсолютное никто Поэтому При виде Ивана Ивановича На улице Я сдергивал Кепку заранее Начинал кланяться Хохотал Пятился Благодарил Неизвестно кого И тут вдруг В трамвае Я узнаю Что мы едем В один дом Мы разговорились И Иван Иванович Сделал мне Своё деловое предложение Он сказал Видите ли Дорогой друг Я мало знаю Вас лично Но То есть у меня Возник Ваш синтетический портрет Из отзывов Наших общих Добрых знакомых Первое свойство Которое вам Приписывается Это Та Странная Способность Которая выражается В том что вы изображаете Своих знакомых Причем Понабрались Такой храбрости Я бы даже сказал Наглости Что изображаете Их Им же в лицо И проявляете При этом чудеса Находчивости Недавно В одном доме В гостях Вы изображали Писателя Который конечно В этот момент Отсутствовал И все смеялись Потому что это было Смешно и похоже И кроме того Речи Которые вы вкладывали В уста писателя Ни в коем случае Не делали чести Его уму И в этот момент Отворилась дверь И он вошел И все растерялись Кроме вас Вы наоборот Как-то очень ловко Присобачили К сатирическому портрету Какое-то Медоточивое Словословие Какой-то Неожиданный Финал Так что Писатель Ничего не подозревая Массировало От удовольствия Ладонью Область желудка А все остальные Пожимали плечами Не в силах Постигнуть Как можно так Быстро Перестроиться И приспособиться К новой Аудитории Это очень ценное Ваше свойство Способность К импровизации Которую я Отмечу Литерой А Б Это то Что вы окончили Университет И у вас имеется Общее образование С Это то Что вы долгие годы Посещаете филармонию У вас На слуху Много музыки И наконец Д Это тот факт Что язык ваш Подвешен Как бы Балаболка Вот все это вместе Побуждает меня Пригласить Вас к нам На работу В филармонию В должность Второго лектора Я вам сейчас Объясню Серьез Видите Дело в том Что у меня Сейчас есть Помощник Который дурно Знает свой предмет И еще хуже Говорит о нем Основное занятие Этого молодца Пока он произносит Короткое Десятиминутное Слово Перед симфоническим Концертом Заключается В судорожных Попытках Оторвать Пуговицу На своем пиджаке Как только Он оторвет Первую пуговицу У нас появится Формальный повод Его уволить И я хотел бы Принять вас На его место Нет, я не шучу Я говорю сейчас Совершенно всерьез У нас слишком Любят читать По бумажке И слишком редко Импровизируют Глядя в глаза Публики Этот мой помощник Тоже имеет привычку Написав текст Выучить его наизусть Перестроить Его Не в состоянии Даже бог Завоов Которого нету Однажды Это было недавно Что доставило нам Крайние неприятности Утренний концерт Был запродан Первым классом А И первым классом Б Но по ошибке Билеты попали В Академию наук И вместо Самых маленьких Пришли старенькие Наш лектор Узнал об этом За пять минут До начала концерта Уже не мог Перестроиться И рассказал Академикам И членам Корреспондентам Что скрипочка Это такой ящичек На котором Натянуты жилки А по жилкам Делают так вот Волосиками Зал катался Сосмеху Но это не та реакция Которая нам нужна Я думаю Что мы расстанемся С ним И надо Пригласить вас На его место Нам нужно Человека Который мог бы Глядя в глаза Публики Импровизировать Живо Перестраиваться На ходу Понимая Чего от него ждут Я думаю Что для вас Это не составит Особенного труда Вы долгие годы Посещаете филармонию Вы знаете музыку Читали музыкальную литературу Как говорят Проходили многие Музыкальные предметы Вас видели в консерватории С вашей способностью Импровизировать Это то Что нам надо Соглашайтесь Честное слово Я как главный лектор Филармонии И в то же время Художественный руководитель Не могу же сам Произносить Все вступительные слова Я не могу своим языком Обслужить решительно Все аудитории Я думаю Что с вашей помощью Удастся доказать Что потрепаться Это не такое Простое дело Соглашайтесь Дорогой друг Я думаю Что это гораздо Более спокойная работа Чем показывать Живых и неживых писателей По крайней мере Никто не обидится И никто В случае чего Не прибьет А наоборот За два выступления В неделю Вы будете Получать деньги В течение целого месяца Соглашайтесь А что я должен был Ему сказать Сказать Да Но я представил себе Этот зал Эти враморные колонны Этот красный бархат Я понял Что я никогда В жизни Не смогу выступать С этой эстрады Перед такой аудиторией Надо было сказать Нет Но я подумал Предлагают тебе Дураку поступить В филармонию Ты же об этом Мечтаешь Ну что ж ты будешь Тут болтать В трамвае Нет Про бармачи Неопределенное Может быть Поймут что ты Не можешь говорить Пристроят тебя В библиотеку Будешь Дурень при нотах Находиться Или пошлют На заводы Распространять билеты А я не только билеты Был рад распространять Я готов был Эту эстраду Выметать Ладошкой В горсточку Мусор Так я Обожал этот зал Таким он был Для меня Непревзойденным В жизни Храмом Так я мечтал Здесь работать Я пробормотал Нечто неопределенное Стал кланяться Благодарить Хохотал Салертинский Воспринял это Как ответ положительный Обещал похлопотать А я на следующий день Сделал другой Непоправимый шаг Подал заявление В Дед ГИС С просьбой Уволить От занимаемой Должности Я подумал так Меня Салертинский Позовет Я буду занят Пока меня будут Освобождать Место займут Там Очень удивились Никто не слышал Что я собираюсь Быть лектором Филармонии Но освободили Я пришел домой Сел возле телефона И стал ожидать Звонка Салертинского Так Прошло Восемь месяцев Он все Не звонил А я уходя Всем объяснял Куда пошел Когда приду Чтобы он оставил Номер телефона Не поступал на работу А перебивался тем Что писал Библиотечные карточки По копейке За 10 штук По афишам Было видно Что мой предшественник Так сказать Еще благополучно Выступает Наконец я узнал Что от него Освободились Позвонил Добрым знакомым Они нажали на Салертинского Салертинский Пригласил меня В филармонию Писать заявление Мною написано Ему совершенно Не понравилось Он его скомкал И выбросил В корзину Для бумаг От моего имени Своим быстрым Четким Очень красивым Изящным почерком Написал другое заявление Которое кончалось Словами И так Имея музыкальное Образование Между прочим Закончил Ленинградский университет По филологическому Факультету Хотя там не было Сказано Какое это я такое Имею музыкальное Образование Но отчасти Как бы и было Сказано Я начал Раздумывать Над тем Как мне подписать Это заявление Но Иван Иванович Меня перебил Он сказал Типичный пример Бюрократического мышления Заявление Пишется для того Чтобы ты Был принят на работу Потому что Ты нам нужен А ты хочешь Написать такую бумагу Чтобы Тебя не приняли на работу Хотя ты нам нужен Я подписал Это заявление И был зачислен В должность Второго лектора Лектора-практиканта С испытательным сроком В две недели Исполнились Все мои мечты Но я Не был счастья Чем ближе Становился День моего дебюта Тем я Все более И более Волновался Дело Наконец До такого Дошло Что Пришлось Обратиться К известному Ленинградскому Гипнотизеру Ивану Яковлевичу Раздольскому Говорили Что Этот врач Замечательно Освобождает Артистов От страха Сцены Что Один Бритон Заболел Агорофобией Боязнью Пространства Вследствие чего Все время На сцене Пятился Назад И Сшибал Декорации И что Только Один Раз С ним Беседовал Этот мудрый Врач И уже На следующем Спектакле Партнеры Держали Онегина За фалды Дабы он Не сиганул В оркестр И не Убил бы Там Кого-нибудь Нигде Не хотел Петь Кроме Как Перед Суфлерской Будкой Я Написал И выучил Наизусть Своё Будущее Вступительное Слово А я должен был Говорить О Первой Симфонии Танеева И пришёл К доктору Доктор Был Один То есть Он представлял Собою Примерно 50% Той Аудитории Перед которой Я ещё Связанно Излагал Свои мысли Не стеснялся Например Дайте мне Суп Или киселя Это Я не стеснялся Попросить Я знал Своё слово Наизусть Поминутно Запинаясь Заикаясь Поправляясь И извиняясь Я Это Десятиминутное Слово Произнес В течение 40 минут Доктор Сказал Что оно Ему Очень Понравилось Оказывается Оно понравилось Ему Потому Что он Понял На какую Тему Я буду Говорить Он От меня Не скрыл Что внешне Это Выглядело Очень Невантажно Что я Всё время Кланялся Хохотал Подтягивал Брюки Чесался Пятился Назад Облизывался И он Меня Всё время Возвращал На то место С которого Я Начал Говорить Но Больше Всего Его Удивило Что я Всё время Делал Ногой Вот такое Движение Вот так Вот Натрясывал Ногой Как будто Старался Проткнуть Паркетную Половицу Сквозь потолок Нижнего Этажа Доктор Сказал Что Всё это Называется Нервной Распущенностью И что Надо следить За собой Тогда Этого Не будет Есть Признаки Волнения Которые Я Устранить Не в состоянии У меня Горели Уши У меня Были Красные Пятна На щеках И на шее Он Сказал Что Их И не надо Устранять Эти признаки Он Сказал Вы Первый Раз Выступаете Перед Публикой Вас Никогда Не Видели Все Поймут Что Вы Волнуетесь И Простят Вам Это Волнение Если Я Проведу С вами Гипнотический Сеанс Он Сказал То Вы Будете Выступать Спокойно Но Будете Очень Волноваться Перед Другим Выступлением Вам Будет Казаться Что Вы Без Гипноза Выступать Не Можете Ну А Вообще Всегда Выступать Под Гипнозом Вы Меня Простите Я Думаю Что Он Немножечко Со Мной Побеседовал Потому Очень Волновало Ведь Так сказать То О чем Я Разговаривал С доктором Касалось Формы Моего Выступления А меня Еще Больше Беспокоило Содержание Моего Выступления А тут Надо было Его С ним Ознакомить Ивана Ивановича Он же Был мой Главный Поручитель Вдохновитель Мой Наставник Руководитель Я Его Все Пытаюсь Поймать В дирекции А он Говорит Непременно С Большим Удовольствием Послушаю Несколько Позже Того Отчего Того Когда Уже Завтра Выступать И Наконец Прижав Его На хорах К красным Занавескам Я Быстро Произнес Первые Заученные Фразы Своего Вступительного Слова Иван Иванович Меня Перебил И сказал Великолепно Грандиозно Необычайно Тонко Талантливо Феноменально И даже Еще Более Того Но Все Это Абсолютно Никуда Не годится Ты Сочинил Вступительное Слово Смысл Которого Прежде всего Непонятен Самому Тебе Поэтому Все эти Рассуждения О тональностях Ладах Секвенциях Гармониях И модуляциях Надо аккуратно Положить в корзину Для бумаг А на завтра Придумать Нечто попроще И поумнее Прежде всего Ты должен Ясно представить Тебе Ты появляешься На эстраде Филармонии И перед тобой Сидит публика Составленная И возрастных Контингентов Нашего Советского Общества С одной стороны Сидят академики С другой стороны Госиздатовские Клерки Подобные Самому тебе С одной стороны Сидят рабочие Ленинградских Гигантов Предприятий Рабочие Которые Долгие годы Посещают филармонию Отлично знают музыку Великолепно В ней разбираются С другой стороны Будут сидеть Студенты Госконсерватории С первого курса Предполагающие Что они на музыке Собаку съели В то время Когда они еще Не ели ее А всего лишь Приступают К этой Аппетитной Закуске Всем этим Лицам Надо сообщить Нечто такое Что всеми Было бы понято В равной степени Независимо От музыкальной Квалификации Поэтому я думаю Что если ты начнешь Своё вступительное Слово с того Что Сергей Иванович Танеев Не представляет Собой плод Твоей Раздраженной Белетристической Фантазии А в своё время Как говорится Родился От отца И матери То я уверяю Тебя Что все Тебя поймут Одинаково Если ты При этом Прибавишь Что он родился В 1856 году То все Прекрасно поймут Что он родился В 1856 Следовательно Не мог родиться Уже Ни в 57 Ни в 58 Ни в 59 Ни в 60 Этцетра И тому подобное И пр И др И проч Ввиду того Что жизнь Человека Развивается От рождения К смерти А не наоборот Я полагаю Что ты Скажешь в конце Что Танеев Не состоит Членом Союза Советских Композиторов И не присутствует В этом зале Главным образом По той причине Что скончался В 1915 Году Таким образом Ты забил Два столба Можно теперь Натягивать веревку Идя от начала К концу Двигаясь Вдоль этой веревки Ты будешь Крайне любезен Если скажешь Что Танеев Не кастрюли паял И не ковал гвозди А создавал Музыкальные творения В том числе Вот эту Цемольную Первую симфонию Которую Вы почтенные Граждане Сейчас услышите Если ты к этому Прибавишь Что Танеев Был любимым Учеником И ближайшим другом Нашего прославленного Петра Ильича Чайковского И что В своем творчестве Танеев Продолжал Благородные Традиции Бетховенского Симфонизма То я думаю Что ты создашь Тот каркас По которому Можно вышивать Любыми узорами И я не боюсь Что ты не сможешь Этого сказать Потому что В таком случае Надо было предположить Что ты в зале Единственный Который этого Не может сказать Тогда надо было бы Зал посадить На эстраду А тебя одного Посадить в зал Чтобы зал Объяснил тебе Чего ты Не можешь сказать Это может сказать Всякий И это меня Нисколько не беспокоит Меня возмутило другое Каким образом Ты посмел Написать текст И выучить его Наизусть Когда тебя пригласили За тем Чтобы ты не писал И не учил Наизусть Нам нужно Живое устное слово Нужна импровизация Нужен простой И сердечный Разговор с публикой Когда я увидел Эти растращенные Глазенки Этат рот Из которого Ничего не вырывается Кроме шумного дыхания Эти чудовищные Облизывания И почесывания Я понял Что мы пригласили Из идиота С недостаточным Музыкальным образованием Мы могли бы пригласить Кого-нибудь С лучшим образованием Чем у тебя Если предполагаешь Что тебя Вслед за твоим Завтрашним выступлением Изберут Киккароном Или Демосфеном То ты Крайне ошибаешься И тебя не назначат Ректором Ленинградской консерватории Ты останешься тем же Чем ты был А тебе требуется Немного Выйти Да и поговорить Поимпровизировать Может быть даже где-то Показать Что ты смущаешься Похлопать себя по карману Может потрогать Волосы Показать Что ты так сказать Плоть от плоти Из зала Мы постоянно Получаем записки Из зала Что вы Дескать музыковеды Ставите слишком Сложные проблемы Которые нам не интересны Говорите слишком Мудреным языком Так вот Товарищи аудитория Получите вашего Выдвиженца Который поговорит Близкими вам фразами И ты вот и скажешь Почему тебе Симфония Танеева Понравится И почему ты захотел Сказать именно о ней Ступай домой И придумай На завтра Что-нибудь попроще И поумнее Ступай Повернись Ты знаешь что Сегодня твой затылок Много выразительнее Твоей физиономии Ступай Ты знаешь что Я хотел тебе Еще одну вещь сказать Ты околачиваешься В филармонии Слишком много И вступаешь Со всеми В разговоры Пошел уже слух Хотя ты еще не выступил Что мы взяли на работу Бездельника Ты должен проходя Мимо музыкантов И говорить Простите Прижимая папку К боку Простите Я готовлюсь К своему выступлению Ступай На одну минуту Прости Если навсегда То навсегда Прости Откуда это Слава Богу Что ты знаешь Что это из Байерна В чьем переводе Не знаешь Очень жалко П.К. Козлова Ступай Еще на одну минуту Слушай Не забудь Завтра прийти Это будет С твоей стороны Крайне любезно Простай Была наконец Еще причина Которая меня Очень волновала Это состояние Моего гардероба Мне сказали Что надо выступать В лакированной обуви А у меня не было Лакированных ботинок Нет Говорят Ну что вы Вы сразу себя поставите В ложное положение Вы же не второсортный Какой-нибудь Надо занять Я обратился К моему старинному другу И знакомому Знаменитому чтецу Антону Исаковичу Шварцу С вопросом Антон Исакович Какой номер ноги у вас И он сказал 42 Я сказал У меня тоже 42 Если можно Одолжите мне Пожалуйста Ваши Лакированные ботинки На один вечер И он охотно Одолжил мне Пару ботинок Еще ни разу Не надеванных Которых он Которые он даже Не вынимал Из коробки С одним условием Я обуюсь В них в филармонии Переобуюсь В антракте Чтобы я даже По филармонии Не вздумал в них ходить Потому что подошва Должна быть чистая А на следующий день С утра вернул бы ему Потому что его Постоянные Лакированные ботинки Находятся в ремонте И вот Пришел День Моего первого выступления Когда я Не ел Не пил Не спал Не лежал Не сидел Не ходил И не бегал А в немыслимой Тоске Слонялся По квартире Стараюсь Не думать О вечере Сердце в глотке Подумаю О вечере И кажется Что я его Уже Жую Я так И страдался И так Измучился Что решил Уходить в филармонию Засветло И мать Что-то хотела Мне сказать Напутственное Но у меня Не было Рассчитано Сил Чтобы еще Диспутировать С матерью И когда Я услышал Своё имя Я чуть не упал Я сказал Ну что же Вот теперь Ты на меня Так смотришь Она сказала Я ничего Я взял Коробку с ботинками Шварца И отправился И вот Впервые Я вступил В филармонию Не отсюда Не с того Подъезда Откуда пускают Публику А с шестого Подъезда Артистического С того Подъезда На который Я иногда Только поднимался Чтобы взять Контрамарку Оставленную Знакомым Дирижером И уж В этот вечер Я был охвачен Великой Немотой От сознания Что я Приобщился Поскольку Я пришел За два часа До начала Концерта То поднявшись По красной Лестнице Усланной Красным ковром Я вступил В совершенно Пустую Голубую Гостиную Уставленную Шелковой Голубой Золоченой Мебелью Увешанную Огромными Зеркалами В золоченых Рамах Усланную Пушистым Ковром Голубым Я не знаю От кого Поскольку Я был один Не знаю От кого Я прятал Ноги В носках Под диван Когда Переобувался В ботинке Шварца Но когда Завязал Тесемочки И попробовал Встать Выяснилось Что это Не те ботинки Они были 42 номер По длине Но их Надо было Сперва Померить Они по ширине Были Такие узенькие Что ноги В них сложились Лодочками Кроме того Они были На какой-то Необычайно Гладкой Необычайно Скользкой Полукруглой Подошве Я еще вообще Никуда не шел А мне уже казалось Что я как на лыжах Лечу с горы Кроме того У них было еще Неустранимое неудобство Они не гнулись В подъеме И нельзя было В них Пройти Скажем Вот так вот А надо было Ходить так Как будто бы На ноги Были надеты Серпы Чтобы лазать На телеграфный стол Я походил Держать за мебель Но тут стали Уже появляться Музыканты Артисты Оркестра Кто строил Свой инструмент Кто вытряхвал Из духовых Слюни на ковер Мне стали задавать Разные вопросы Какое учебное заведение Я кончил На каком инструменте Играю Родственник мне Иван Иванович Селертинский Или по знакомству Проткнул меня В филармонию И каждый новый взгляд Каждое слово Ко мне обращенное Повергали меня В какие-то Неизученные Наукою Пучины страха Через некоторое время Мне стало казаться Что я выпил Вот такой тазик Наукоина Потому что Здесь все Занемело Задервенело Заледенело И может быть Даже Заиндевело Во рту Было так Сухо Что язык Шуршал А губа Все время Приклеивалась Меня что-нибудь Спросят Я отвечу Улыбнусь Она вот так Вот и остается Я ее поправлю Улыбнусь Она опять Так остается Вдруг Я увидел Дирижера Александра Васильевича Гаука Который в тот вечер Долгом был исполнять Симфонию Танеева Он прошелся По голубой гостиной Встряхывая Дирижерской палочкой Как градусником И я услышал Как он сказал А я сегодня Чертовски волнуюсь Я подумал Гаук волнуется А я-то что же Не волнуюсь И тут И тут меня Стал сотрясать Озноб Который уже Нельзя согреть Никакими шубами Ибо он исходит Из недр Потрясенный Страхом души По щекам Стали кататься Какие-то желваки Каменные Неизвестно откуда Взявшиеся Я их растирал Они все катались Я совершенно Обезумел Вдруг появился Иван Иванович Солертинский Который сказал Ты что Испугался Вот уж брось Вот уж плюнь Чего ты Испугался Тебе же Не на трубе играть И не на кларнете Язык-то Свой клапан Я надеюсь Не подведет Чего ты Испугался Добро бы тебе играть Мелодии Сарасата Или Мендельсона Который знает Каждый в зале Но тот Что ты собираешься Сказать Не знает Никто В том числе Ты сам Откуда же ты знаешь Что это будет ошибка Перестань трястись Знаешь что Если ты будешь трястись То мне придется Сделать официальное заявление Что ты Абсолютный пошляк Перестань трястись Постыдись Оркестранты Смотрят Слушай Если ты действительно Так испугался Тогда не надо Говорить Атоней Ты знаешь Ты еще заявишь Что он написал Все симфонии Мясковского И у нас будут неприятности Которых мы Не сможем расхлебать В течение 10 лет Тогда надо поговорить Просто на темы Предстоящего сезона Скажи какие будут Исполнены программы В течение Ближайших месяцев В том абонементе Который ты предваряешь Назови наиболее Интересных Исполнителей Которые примут Участие В осуществлении Этих программ Что ты вспомнил Ну и вспомнил Что ты забыл Ну и очень хорошо Что ты забыл Ты же не механизм А человек Ты не можешь Назвать все программы Если ты назовешь их И проявишь чудеса памяти Тебя все равно Вышвырнут А потом К примеру Скажешь Вот для открытия Абонементного цикла Мы исполняем Первую Симфонию Тониева Одно из лучших Произведений Русской симфонической Классики И все будет Очень ладно И хорошо От тебя ведь Немногое требуется От тебя требуется Чтобы ты показал Что ты можешь связать Два слова О трех словах Речи нет Да Я думаю Что все будет хорошо Ты знаешь Уж этого Нельзя себе представить Что кто-нибудь Не мог бы сказать Какие концерты Будут исполнены В предстоящем сезоне Тем более что Хотя была возможность Получить печатный экземпляр Ты переписывал все Как Акакий Акакевич Переписывал много раз Склонив голову на бок И прикусив язык От руки переписывал Говорят что-нибудь Задержалась В твоем черепе Ну и назови Видишь Меня не беспокоят Дело в том Что я должен был Тебя предварить О некоторых сложностях Говорения в этом зале Здесь очень хорошая Акустика Для оркестра Для музыки Но трудна Для говорения Здесь нельзя Сказать Например К сожалению Надо говорить так СО-ЖА-ЛЕ-НИ-Ю Я конечно Утрирую Но принципиально Надо очень Точно Отделять Слова Одно От другого Говорить надо так Тогда будет очень Ясно слышно Теперь имей в виду Если я слышу В первом ряду Это не значит Что слышат в последнем Но если слышат в последнем Значит слышат и в первом Поэтому старайся Для тех И ты угодишь Многим Теперь вспомни Если ты Поднимешься На дирижерскую подставку И сделаешь шаг Вперед То рискуешь Упасть в зал Сделав шаг назад Можешь опрокинуться В оркестр Но если ты будешь Стоять Как вбитый В эстраду Гвоздь Тебя вышвырнут Поэтому стой На возвышении Но эко и мекой Жестикулируй Показывай Что ты готов Броситься В бой За любую Прознесенную тобой Фразу Показывай Что ты Полон Так сказать Желания Сообщить необычайно Многое Но не сообщаешь Только Из-за того Не располагаешь Достаточным Временем Не дай Залу подумать Что он знает Больше тебя Теперь еще Один совет Знаешь что Не надо Разглядывать Зал Ты можешь Испугаться Человеческого Глаза И смутишься Выбери какое-нибудь Лицо В последнем ряду И расскажи ему Что у тебя Наболело На душе Протанеева Ну я думаю Что все будет хорошо Квалификационная Комиссия Удавилась Директор Который не имеет Чести знать Тебя Спросил О чем будет Брехать Ваш Бодрячок Я думаю Что все будет хорошо И еще Наконец Последнее Не говори Слишком долго Если будешь Говорить два часа И этот доклад Можно было бы Напечатать Переведя на многие Языки То тебя вышвырнут Но если будешь говорить Пять или шесть минут Тебе будут Аплодировать Из благодарности Что скоро Кончил Ну ни пуха Тебе ни пера Он исчез Я остался Не зная Ни первой фразы Которую я скажу Ни последней В это время Пришел инспектор Оркестра И сказал Оркестр на местах Я отвечал Он сказал Ну у нас новичок Давайте я вас провожу И взял меня рукой За талию И я пошел На негнущихся Деревянных ногах Той дорогою Которая всю жизнь Казалась мне Дорогою к славе Мы дошли До контрабаса Они стояли Вот тут Вот Как они и сейчас Стоят у Муравинского И произошло То чего я никак Не ожидал Инспектор Что-то пробормотал Чего я не слышал И убрал руку А я так на нее Отбирался Что чуть-то упал И падая Схватился За плечо Контрабасиста Сказал Простите меня И налетел Локтем Физиономия Виолончелиста Попал Сказал Извините Я нечаянно Зацепился За скрипичный Смычок Стал освобождаться От него Уронил Ноты С пепитра И по узенькой Тропинке Между скрипок И виолончели Которой надо было Мне казалось Не идти А взлетать На дирижерское Возвышение Как это делали Некоторые Любимые Ленинградом Дирижеры Я поплелся Все время Зацепляясь Извиняясь Улыбаясь Здороваясь А когда Добрался До дирижерского Пульта То тут Меня Навестило Несчастье Нового рода Выяснилось Что у меня Не гнутся Ноги в коленях Я понимал Что если я Левую ногу Поставлю На возвышение То на правом Ботинке Антона Шварца Улечу Первый ряд Тогда я Применил Новую тактику Я подбил Правое колено Рукой Согнул Втащил На площадку Втащил Другую ногу Выпрямился И мне Что-то Сказали Из оркестра Я спросил Что Мне сказали Повернитесь К залу Лицом Я повернулся Я бомлел Зал филармонии Такой же Нет, не такой Как сейчас Сейчас здесь есть Уклон Возвышение Такое возвышение Туда идущее А нет В ту пору Это был Абсолютно Ровный Паркет Зал В котором Я пересидел За многие годы На всех стульях Во всех рядах Но почему-то В тот вечер Он уходил Не туда Как ему полагалось А туда И хоры Сыпались на меня И нависали Над переносием И я не мог Понять Что это происходит По той причине Что я Приподнят Над залом И в первый раз Вижу его С новой точки зрения И что этот уклон Совершенно естественный Еще эта подставка Огромная Я понял Что я Потерял Перпендикуляр Между собой И залом И я стал Негонько Его восстанавливать И восстанавливал До тех пор Пока не улегся На дирижерский Кюпитер И долго Лежал так Отдуваясь Ханжаба Вы знаете В зале Еще шумели Еще шныряли По проходам Посылали какие-то Приветы друг к другу Не расселись Еще У меня было Как я понимаю Теперь Минуты полторы Для того Чтобы сообразить Конспект Вступительного слова Но я не мог Сообразить Никакого конспекта Никакого Вступительного слова Потому что Весь в это время Был Как Отсиженная Нога Я ждал Я ждал Когда Успокоился И дождался Все стало Тихо И все На меня Устремилось Памятуя На филармонии И это эхо Так меня оглушило Я уже не мог понять Что я сказал Что я говорю И что я собираюсь сказать Потому что Ко мне стали прилетать Какие-то Некомплектные Обрывки Фраз Я совершенно В них стал путаться Мне стало Ужасно Скучно И очень Тепло И стоя Над залом И видя зал И обращаясь К залу Я в то же время Вот здесь Вот Где-то В воздухе Стал Видеть сон Мне стало Сниться Как Три недели назад Я еду на задней площадке Трамвального вагона И читаю Журнал Рабочий и театр А в нем Статья Солертинского Задача предстоящего Сезона филармонии И эта статья Как бы открылась Передо мной В воздухе И скашиваясь влево Я как мне Думается Очень ловко Выкриквал Содержание Первого абзаца И вдруг Я сообразил Сейчас будет Большое отступление О любимых Композиторах Солертинского Которых сегодня Не исполняют Если я Начну о них говорить То Причем же здесь Они когда здесь Сегодня тонеем И хотя я помнил Что будет в третьем абзаце Связи между началом И продолжением Без этого Отступления не было А я уже там Все сказал И у меня Воображаемая Строчка кончилась Я услышал Какой-то странный звук Ау Подумал Зачем Я Это Сделал Как бы Меня Не выгнали А потом услышал Как я кричу А сегодня Мы Всполняем А не Первый Смой Таею Цемоль Доминор Первый Смой Таею Товарищи 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 Я говорю Это к тому Что Доминор Это по-латыни А цемоль Ара По-латыни Потому что Что я такое Кричу И ничего Больше не помню Помню только Что зал Заревел Сосмех А я Не понял Что я такого Сказал смешного Подошел К краю Подставки И спросил А что Случилось И снова Был Хохот И снова Все Окидывается Для меня Каким-то Туманом Помню только Четыре Жидких Аплодисмента Я Помогая себе Руками Соскочил С подставки И стал Поднимать Оркестр Как это делают Дирижеры В случае Триумфа Но оркестранты Не встали Как-то Странно На меня Натопорщились И концертмейстер Виолончели Стал уже Строить Свой инструмент И в этом Я увидел Для себя Выражение Величайшего Презрения И понял Что я провалился Разве бы Он При Иване Ивановиче Стал настраиваться Пока тот Не ушел И я так Доморализовался Что потерял Дорогу домой Бегаю Среди инструментов Оркестра И меня все время Выносят К дирижерскому пульту Зал Валяет Соскочек Встает Люди смотрят Друг другу Заплакан И очень Ложатся На другую сторону А я все Не могу Убраться Со стран Меня направляют Толкают Шепчут Что-то Кажется Кто-то Ущипнул И наконец Между Четвертым И пятым Контрабасом Между Флейтами И Виолончелями Я Пробрался Вот к этой Занавеске Откинул ее Выскочил Набежал На гаук Который стоял И встряхнул Дирижерской палочкой Как термометром Я сказал Александр Васильевич Кажется Я Так себе Выступал Я не слушал Мой милый Я сам Здорово Волнуюсь Хе-хе-хе-хе Ты не пойму Почему ты Неудачно выступал У тебя Зал Рыготал Двадцать минут Я не пойму Что ты там С Ванькой Придумал Смешного Братанеева Как мне Его Трактовать И он Пошел Дирижировать А я Воротился В голубую Гостиную Вот В такой Степени Не представляя Всех Размеров Совершившегося Надо мной Несчастья Но в это Время В широко Открытую Дверь Голубой Гостиной Не вошел Солертинский И не вбежал А я бы сказал Он как-то Впал в нее И спросил Что Ты Наделал Я сказал А что я Наделал Я наверное Не очень Складно Говорил Прости Кто Позволил Тебе Относить То Что было К разговорному Жанру Неужели Ты не понимаешь Что с собой Было Очевидно Ты был Действительно В обмороке Как об этом Все и подумали Я сказал Иван Иванович Если бы я был В обмороке Я бы упал А я пришел Сюда Своими ногами Он сказал Ну знаешь Это Просто Дурацкое Жонглирование Словами Поверь мне Что падение Которое С тобой Произошло Много хуже Вульгарного Падения Туловища Напол Если ты Не помнишь Что с тобой Было Позволь Я Восстановлю Некоторые Эпизоды В тот момент Когда Инспектор Подвел Тебя К контрабазам Ты Внезапно Влегнул Его А потом Сделал Ножкой Так Подошел К контрабасисту И потрепал Его Позагрив Небось Свой Идет И бегал Локтем В морду Велончелиста Желая Показать Что ты Отменно Воспитал Сказал Ах Пардон И налетел На скрипичный Смычок Тут Произошел Эпизод Который Следовало Снять Для кино Ты Вырывал Смычок А скрипач Не давал Смычок Наконец Тебе Удалось Вырвать Смычок Ты Показал Его Зал Дескать Что ты Сильнее Потенциально Любого Скрипача В оркестре Бросил Этот Смычок Стряхнул Ноты Смычок И по Узенькой Тропинке Между скрипом В виолончели Который Надо было пойти Подобрав Немножечко Пиджак Чтобы не зацепляться Ты пошел Какой-то Маленькой Ладенькой Веселенькой Походочкой А когда Добрался До дирижерского Пульта Стал Засучивать Штаны Словно Лез В холодную Воду Рессель Сгромоздился На площадку Осмотрел Зал Тупо Ухмыльнулся И сказал Ну и Ну После чего Культурно Облизнул Палюс Повратился К публике Спиной И стал Переворачивать Листры Дирижерской Партитуры Так что Все подумали Что ты Исполнишь Симфонию А Гаук Скажет о ней Заключительное Слово Наконец Тебе из зала Подсказали Что недурно Было бы Повернуться К залу Лицо Но ты Не хотел Поворачиваться А припирался С оркестрантами И при этом Чистил Ботинки Аштаны Говоря Мое дело Когда захочу Тогда и повернусь Наконец Ты повернулся Но лучше бы Ты Не Поворачивался Тут Твой вид Сделался Окончательно Гнусик И совершенно Отвратительный Ты Внезапно Покраснел Двумя Движениями Скинул Трудовые капли В первый ряд И Всплеснув Своими Коротенькими Ручками Закричал О Господи И тут Твоя левая нога Стала бы делать Какое-то движение Я просто Не могу описать Ты как-то Ловко Перескочил На другую ногу Я Чебучил В обратном Направлении Чем Вызвал Первую Заинтересованность Зала Публика Вытягивала Шеи Не в силах Постигнуть Как ты Сумел Удержаться На этом Крошечном Клочке Территории Но тут Ты стал Размахивать Правой рукой Размахивал 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 И Много В том Преуспел Через некоторое время Публика С замиранием Сердца Следила За твоей рукой Как за полетом Под куполом Цирка Наиболее Слабонервные Зажмуривались Они опасались Что рука Оторвется И упадет В зал Когда же ты Вдоволь Насладился Страданиями Толпы Очень ловко Поймал себя Кистью Правой руки За локоть Левый И рванул С такой Чудовищной Силой Что над Притихшим Залом Раздался Хруст Костей И можно Было Подумать Что это Старый Медведь Жрет Очень Старого И следовательно Очень Вонючего Козла Наконец Ты пришел К заключению Что пора И поговорить Третьего Ты стал Кому-то Подмигивать В зал Намекая Что у тебя С кем-то Интимные Отношения Наконец Открыв рот Ты закричал Томеев Родился От отца И матери Помолчал И сказал Но это Условно Настоящими Родителями Чайковского Являются Композиторы Петховен и Чайковский Помолчал И прибавил Но это Я говорю В переносном Смысле Потом Ты сказал Сергей Иванович Таней Родился В 1856 Году Следовательно Не мог родиться Ни в 58 Ни в 59 Ни в 60 Ни в 61 И так Ты дошел До 74 Года Но ты Ничего не сказал Про 57 Год И у некоторых Создалось Представление Что Прославленный Композитор Рождался Два года Подряд Наконец Ты сказал Сергей Иванович Танеев Не принят Члены Союза Композиторов И не присутствует Сегодня В этом зале При этом Ты так взмахнул Рукой Что кто-то Обернулся Полагая Что Перетрусивший Танеев Пошел Выпить Стакан Цитро И скоро Вернется Никто не подумал Что ты говоришь О покойном Классике Русской мурии Потом Ты закричал Танеев Не гвоздиковал И не паял Кастрюли А создавал Творение И вот Его Лучшее детище И ты несколько раз Долбанул По лысине Концертмейстера Виолончели Так что Все и поняли Что это Излюбленное детище Прославленного Музыканта Впрочем По каким-то причинам Носящая Совершенно Другую фамилию И сказал Ц моль Это до минор До минор Это ц моль Я говорю это вам Для того Чтобы перевести вам С латыни На латинский язык Потом Помолчал И сказал Что это Что это Я болтаю Как бы меня Не выгнали При этом Ты продолжал Подпрыгивать И изъялялся Так что я хотел Выбежать на эстраду Заключать Наш лектор Родом С Кавказа У него начался Приступ Тропической малярии Он бредит И не имеет права Делать те заявления Которые он делает От нашего имени Но в этот момент К сожалению Ты кончил Почему ты мне не сказал Так жестоко подвел Я тебя не люблю Не уважаю И хотел бы плюнуть На тебя Два раза подряд А в это время Играли первую часть Симфонии Которую я ужасно любил Потом заиграли Вторую часть Потом помню Появилась снова Первая тема Она предвещает Финал Я уже понимал Что сейчас симфония Кончится Стал искать уголок Куда бы я мог Скрыться Чтобы не попадать На людские глаза Но не сумел Рассчитать времени Тут набежало Публика Меня стали спрашивать Что с вами было Я каждому хотел Ответить наиболее полно Но салютинский сал Это абсолютно Никому не нужно Прежде всего Наука Не нашла еще Объяснения Тому Что имело место Во-вторых Никогда не надо Потакать Праздного любопытства И наконец Мы еще не придумали Как сделать так Чтобы тебя уволили По собственному желанию Поэтому отвечаю Что ты чувствуешь себя Самым отличным образом И что у тебя было так Задумано Потом опять Ничего не помню Знаю только Около меня сидит Исаак Давыдович Гликман Которого я в ту пору Мало и знал Он работал тогда В филармонии Сейчас он Группный музыковед Он гладит меня По плечу Говорит Что все можно поправить И не я один виноват В филармонии виноваты Да как же так Выпустили на такую аудиторию Человека ни разу Не проверив Как он может говорить И он подмигвал Салертинскому Я видел Что он подмигывает Салертинский был необычайно Добрый Отходчивый Щедрый И благородный человек И он говорил Не надо так расстраиваться Ты знаешь что Теоретически конечно Можно представить себе Что Тасация Бывает хуже Бывает хуже Но практически Ничего Гажа еще не бывало И он просто гордится Тем что Ты занимаешь Наиболее выдающиеся Место Среди всего того Что когда-либо Было произнесено С эстрады Глупо Мне тебя не жалко Нисколько Мне жалко Дирекцию Госцирка Их лучшая программа Прошла у нас Мы уже Выразили им Соболезнов Этот зал В котором Концертировали Михаил Клинка И Милли Балатер Где Концертировали Франц-лист И Гектор Берлиоз Где бывал Вагнер Никогда еще не был Свидетелем Такого Гайерского выступления Которым ты сегодня Нас и подоил Ты знаешь что Я думаю Что нам надо подумать О директоре Он до сих пор Сидит в зале Он не может Войти сюда Он за себя Не ручается Поэтому Предоставим Галко Галко Пусть он Послушает Послушает Галко А мы пойдем С тобой ко мне Распить Бутылочку Кахетинского Если бы я знал Что Это будет Такой триумф Я бы приготовил Цистерну Горячительных напитков Но прости мне Мое неверанство Мое слабое Воображение Пошли Мы вышли Втроем Лил страшный дождь Мы пешком шли На Пушкинскую улицу Где жил тогда Солертинский Там стали завивать Как говорится Горе веревочкой Он рассказал Эту историю За ночь Раз десять Каждый раз Он прибавлял К ней новые подробности Которых не было В первых вариантах Рассказа Я умирал Сосем Мне казалось Что я ничего смешнее Не слышал Но к утру Я сидел Я про это Я про это ничего не знаю Только это было не вчера А позавчера Я спросил Ну почему у тебя Всегда получается По-другому Это было вчера Нет Она сказала Позавчера Ты пришел Вчера очень поздно Пришел утром Спрашивали тебя Целый день Когда тебе надо Вставать Куда тебе надо идти И ты говорил Что никогда Больше никуда Тебе ходить Не придется Просил тебя Оставить в покое Сейчас ты проснулся сам Я вспомнил Что произошло В фенормонии Облокотился На локоть И был добит Раскисшие Разлезшиеся Серо-белые С повысунувшимися Картонками С какими-то Мышиными хвостиками Вместо шнурков Стояли Возле дивана Бывшие Лакированные Ботинки Антона Шварца Но мысль о том Что Шварц Вчера выступал Босой Привела меня В такое отчаяние Что я заплакал От стыда И мать сказала Ну неужели Ты будешь Лежать теперь В постели И плакать От того Что ты неудачно Выступал Я сказал Ты меня вообще Никогда Не понимала Я не отметила Плачу Мне Шварца Жалко А на следующий день Меня с шумом Уволили Из филармонии Но странное дело С тех пор Я уже никогда Больше так не боялся А со временем Почти полностью Преодолел Страх АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Аплодисменты.